МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь-4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей, здравствуйте. Памятник братьям Лизюковым может появиться в Гомеле. О его установке мечтают родственники наших прославленных земляков. Марина Джалая встретилась с отцом и сыном Афанасьевыми и узнала подробности длинной семейной летописи. 1 мая – праздник весны труда. По традиции его отметили яркой концертной программой и народными гуляниями. А еще в Гомеле открыли обновленную областную доску почета. Родители в ожидании. Как подготовиться к появлению ребенка? В актуальном интервью расскажет руководитель курсов «Успешное родительство» Ольга Синицына. Все подробности этих и других событий из жизни региона в ближайшие 26 минут. На уходящей неделе в Беларуси отметили День труда. 1 мая в Гомельской области – это всегда масштабный праздник с ярмарками, концертами и народными гуляниями. По доброй традиции в нем принимают участие представители областного объединения профсоюзов, трудовых, а также творческих коллективов предприятий и учреждений региона. А еще к 1 мая в Гомеле открыли обновленную областную доску почета. На специальных плитах названия 48 районов, предприятий и организаций, которые за последний год достигли наиболее значительных результатов. Более подробно об этом репортаж наших корреспондентов. 1 мая – это символ сплоченности общества и преемственности поколений. Праздник мира, труда, радости и весеннего обновления. В Гомеле главное событие в этот день по доброй традиции развернулись на летней эстраде Центрального парка. 1 мая здесь особенно торжественно, красиво и весело. Концертная программа, организованная Гомельским областным объединением профсоюзов, солнечная погода, улыбки горожан создают действительно праздничную атмосферу. Эта площадка стала уже востребованной, можно сказать, такой, место встречи. Сюда приходят и ветераны профсоюзного движения, и трудовые коллективы, семьями, проявляя такую, знаете, всеобщую солидарность, где можно увидеться, душевно пообщаться. В рамках празднования Дня труда Гомельское областное объединение профсоюзов также организовало благотворительную акцию «Молодежь детям». Участие в ней приняли воспитанники у Луковской вспомогательной школы-интерната. Им подарили билеты-браслеты с неограниченной возможностью катания на аттракционах Гомельского парка в течение дня. В целом для гостей праздника были предусмотрены различные викторины, конкурсы и творческие площадки. Все для того, чтобы дети и взрослые весело и с пользой отметили действительно народный праздник 1 мая. Настроение замечательное, потому что праздник 1 мая у меня ассоциируется с миром весной и счастьем, семейным и во всем мире. Очень повезло с погодой, в парке куча народа. Действительно стал просто обычный семейный праздник выходной день, который можно провести в парке, на аттракционах с детьми. Праздник труда, он отмечается во многих странах мира. Он ассоциируется с весной, с радостью, с какими-то новыми делами, новыми свершениями. Вот, очень хороший праздник для детей и всей семьи. Мы поехали сюда в Желобино на день труда. Красивый парк, тут много людей, аттракционы. Нам все нравится, хотим повеселиться от души. По доброй традиции к 1 мая в Гомеле открыли сезон фонтанов, излюбленное в летний период место жителей и гостей города над Сожем. А еще обновленную областную доску почета. На специальных плитах название 48 районов, предприятий и организаций, которые за последний год достигли наиболее значительных результатов. Лучшие районы – Речицкий, Будокошелевский и Петриковский. Среди участников торжественного собрания представители разных поколений. Здесь те, чей трудовой стаж превышает половину века, и еще совсем молодые специалисты. Все приглашенные – люди труда, от которых зависит экономическая и продовольственная безопасность страны. Именно жизненные ценности, мир и труд заложены в основу 1 мая. Еще два обязательных условия, которые позволяют решать любые задачи, согласие и взаимопонимание в обществе. Что касается непосредственно самих задач, среди самых главных – достойная зарплата и защита интересов трудящихся. Причем это не только возможности для трудоустройства неработающих, но и гарантия стабильности для занятых в экономике. Просим включать в коллективные договора необходимые пункты для улучшения положения работников на предприятии. Один из таких пунктов, который мы бы хотели видеть, это продление на максимально возможный срок контрактов при условии отсутствия дисциплинарного взыскания у работника во время его работы. Как подходит срок заключения нового контракта? Нет дисциплинарного взыскания, значит, возможно заключить максимально возможный срок контракта. Это была бы гарантия для работников о том, что он работает, знает, что с ним продлится контракт и может строить свои далеко идущие планы, по крайней мере, в связи с этим пунктом коллективного договора. Первомай остается праздником, который объединяет поколения, дарит весеннее настроение и уверенность в том, что общими усилиями мы продолжаем строить светлое будущее и комфортную жизнь на родной белорусской земле. Вероника Ворошилина, Олег Синтюров, Наталья Игнатенко специально для программы «Новости недели». Вы смотрите «Новости недели». Мы говорим о главных событиях, уходящих 7 дней. Программу продолжит обзор от службы информации. Организационные меры по реконструкции моста под Житковичами закреплены в указе президента. Его Александр Лукашенко подписал 2 мая. Документ предусматривает завершение работ в 2018 году. Напомню, на минувшей неделе президент лично ознакомился с ситуацией вокруг моста и заявил, что на строительстве не будут скупиться. Гомельская таможня отметила 25-летие. За четверть века служба прошла большой путь в своем развитии. Сейчас Гомельская таможня – это современное подразделение, которое стоит на защите экономического суверенитета и безопасности. Заскание платежей в полном объеме, быстрое и качественное осуществление контроля и борьба с контрабандой – главные приоритеты в работе. Во время торжественного мероприятия сотрудники Гомельской таможни были отмечены наградами. 25-летний юбилей отметила также областная организация Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане. Торжества по случаю знаковой даты прошли в Гомеле. На афганской земле сражались около 30 тысяч белорусов, 5 тысяч – уроженцы Гомельской области. Не вернулись домой 124 наших земляка. Задача областной организации – поддерживать своих ветеранов. За 25 лет удалось решить множество социальных, жилищных и медицинских вопросов. Проводится работа и по сохранению памяти. На территории региона возведены 18 обелисков и памятников, а также областной мемориал. В Гомеле подвели итоги взаимодействия областного объединения профсоюзов и прокуратуры области за первый квартал этого года. Соглашение о взаимодействии Федерации профсоюзов Белоруссии и Генеральной прокуратуры было подписано в сентябре 2017 года. В рамках сотрудничества реализованы совместные мероприятия по надзору и общественному контролю за соблюдением законодательства о труде. В этом году главное внимание агропромышленному комплексу. За первый квартал проверку прошли более 50 предприятий. Депутаты Гомельской области посетили Светлогорский район во время выездного семинара совещания. В его рамках обсудили практику информирования населения о работе депутатского корпуса. Участники ознакомились с реализацией инициатив в Боровиковском сельсовете и на предприятии Светлогорск-Химволокно. А также оценили использование информационного пространства в депутатской деятельности. В Светлогорском районе с этой целью проводятся специальные дни депутата. В их рамках проходят встречи с местными жителями, председателями сельсоветов и представителями жилищно-эксплуатационных управлений. В планах, которые озвучиваются по завершении совещания, создать собственные сайты районных и городских советов. Семья инвалида-колясочника Андрея Антоненко из Гомеля собрала необходимое число подписей соседей для установки подъемника. История молодого инвалида-колясочника вызвала большой резонанс. Соседи долгое время не соглашались на установку в подъезде дома такого устройства. Убедить жильцов помогли местные власти. Как сообщили в администрации, железнодорожного района в скором времени будут решены все технические вопросы и подъемник установят. 5 мая в Беларуси отмечали День печати. На Гомельщине это профессиональный праздник журналистов 24-х печатных средств массовой информации. На этой неделе ряд изданий получил дипломы победителей и лауреатов 14-го национального конкурса печатных СМИ «Золотая литера». Реческая газета «Днепровец» стала победителем в номинации «Лучшие материалы культурной тематики». Аэропорт Гомеля будет обслуживать новый чартерный рейс в Турецкую Анталью. Об этом во время брифинга журналистам сообщил заместитель начальника гомельского филиала государственного предприятия «БелАэронавигация» Николай Мурашко. Первый самолет с туристами на борту отправится 25 мая. Затем полеты будут осуществляться каждые 10 дней. Всего в летнюю программу авиаперевозок из аэропорта Гомеля по курортным и туристическим направлениям включены 4 чартерных рейса. Так, с июня по сентябрь раз в неделю будут выполняться перевозки в Болгарский Бургас и каждые 10 дней в Черногорский Тивот. До конца октября будет действовать рейс «Гомель-Шарм-Эль-Шейх». Представители Гомельской городской организации БРСМ торжественно открыли третий трудовой семестр. В этом году студенческим отрядам нашей страны исполняется 55 лет. Во время трудового семестра бойцы студотрядов будут работать более чем на 30 предприятиях. В прошлом году благодаря студотрядовскому движению было трудоустроено около 5000 юношей и девушек из Гомеля. Причем не только в Беларуси, но и за рубежом. В Гомеле может появиться памятник братьям Лизюковым – Александру, Петру и Евгению. С просьбой об его установке к председателю облсполкома Владимиру Дворнику во время личного приема обратились родственники Лизюковых – Иван и Николай Афанасьевы. О чем договорились, знает наш корреспондент Марина Джалая. Бабушка Ивана Афанасьева была двоюродной сестрой Александра Лизюкова. Она первая начала собирать сведения о своих знаменитых родственниках. Встречалась с теми, кто знал их лично, искала архивные данные. Потом дело продолжил и внук. Результатом стало издание книги «Судьба командарма Лизюкова». На прием к губернатору отец и сын Афанасьевы пришли не только с просьбой об увековечении памяти их знаменитых родственников. Они привезли с собой полководческий орден имени Жукова, которым посмертно наградили генерал-майор Александра Лизюкова за вклад в победу над врагом в стратегических операциях 1941-1942 годов. Советский военачальник провел в самых сложных оборонительных боях около 13 месяцев. Погиб в битве в Воронежской области. Решение присуждения награды принял лично президент Российской Федерации Владимир Путин. Такая величественная и трогательная история единственная в военной летописи Беларуси. Из троих братьев, воевавших на Великой Отечественной, двое стали героями Советского Союза. Третий, Евгений, был партизаном. За три года войны все братья погибли. Но память о них живет. Открытие памятника может стать настоящим подарком городу к 75-летию освобождения Беларуси, которое будет отмечаться в следующем году. Председатель облсполкома Владимир Дворник инициативу поддержал. Такого аккомпанирующего памятника, который бы, скажем, раскрывал всю суть его подвига, служил бы местом, брендовым местом нашего города, такого, конечно, памятника у нас нет. И учитывая то, что в этом году будет 75-летие освобождения города Гомеля, приближается 75-летие освобождения нашей республики от фашистских захватчиков, в настоящее время урабатывается вопрос на уровне эскизного предложения о том, чтобы такой памятник появился в городе Гомеле. В ходе беседы обсуждались разные варианты размещения памятника. Какие-то предлагали Иван и Николай Фанасьевы. Свой вариант высказал и председатель облсполкома Владимир Дворник. На одну из улиц отправилась наша съемочная бригада. Вопрос об установке памятника троим братьям будет рассмотрен в ближайшее время. В качестве площадки рассматривается несколько гомельских улиц. Например, там, название которой уже увековечено, память о наших знаменитых земляках. Улица имени братьев Лизюковых. Здесь же, в 36-й гимназии имени Мележа, сейчас находится одноименный музей. Как было туда не заглянуть? Кстати, родственникам знаменитого военачальника рада была не только администрация и учителя. С интересом общались с гостями и ребята. Вскоре звонок позвал старшеклассников на уроки. Но наша съемочная бригада задержалась здесь еще ненадолго. Мы услышали историю десятилетней давности, которую, однако, мало кто знает. Будучи в Воронеже, на месте гибели Александра Ильича, на поле, где растет пшеница, там открывали памятный знак на месте гибели командарма. И как раз в это время работала техника, старенькая, изношенная зерноуборочный комбайн СК-4, Россельмаш. И была высказана идея, что как раз очень кстати было бы, чтобы здесь работал современный, мощный зерноуборочный комбайн, который производится на родине Александра Ильича. И эту идею мы высказали Александру Васильевичу Гордееву, губернатору Воронежской области. Он ее сразу же поддержал, профинансировал эту работу. И сельмашевцы, они с большим энтузиазмом восприняли это поручение. И буквально в течение одного месяца этот комбайн был изготовлен и отправлен на поле. И сегодня он по настоящее время трудится на этих полях. Когда наша съемочная бригада и Иван, и Николай Афанасьевы вышли из гимназии, то еще раз прогулялись по улице имени братьев Лизюковых. Семейных историй, одна интереснее другой, оставалось еще очень много. Они тесно и логично переплетались между собой. Не покидала мысль, что обо всем этом можно смело снять не сюжет, а целый фильм. Это очень дорогое место в городе Гомеле. Улица, которая носит имя братьев Лизюковых, школа, построенная здесь. В торжественном открытии школы принимал участие сын Александра Лизюкова Юрий и моя бабушка. Это очень дорого и по-человечески очень дорого. Ну и, конечно же, память должна быть живой, память должна развиваться, память должна прирастать. Поэтому, конечно, было бы очень правильно, справедливо по отношению не только к братьям Лизюковым, но и ко всем героям Великой Отечественной войны, если бы в Гомеле, конечно, появился скульптурный памятник всем трём братьям Лизюковым – Евгению, Александру и Петру. Услышав только малую часть из этой трагичной, но такой красивой семейной летописи, невозможно остаться равнодушными к продолжению этой истории. Мы будем надеяться, что в ближайшие годы в нашем прекрасном городе появится ещё одно великое памятное место – памятник троим братьям, памятник мужеству, силе и героизму наших гомельских героев. Марина Джалая, Валерий Гопанько, Новости недели. Ожидание и появление ребёнка – один из самых прекрасных моментов жизни каждой семьи. Как подготовиться к этому волнительному событию? Чем живут родители в ожидании? И как меняется семейный быт с появлением ребёнка? Родители в школу, говорят эксперты. Об этом в интервью с заведующей филиалом номер 4 Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники, руководителем курсов «Успешное родительство» Ольга Синицыной. Ольга Николаевна, у вас четверо детей. Вот интересно, помните себя молодой мамой, у которой родился первенец? О, конечно! Какие эмоции, какие опасения, вообще какие чувства в этот период были с вами? Ну, с одной стороны, я такая молодая, задорная. С другой стороны, я такой уже состоявшийся специалист. Я врач-педиатр. Я была на практике в отделении новорождённой. Вся преисполнена такой важности. И оказалось, что этот медицинский опыт мне никак не помогал. что ребёнок — это тысяча нюансов. И к этому я была не готова. Наверняка с такими ощущениями и тысячей вопросов приходят к вам в школу будущих родителей. Ведь так сегодня. Так и есть. Но самая большая беда нашей школы, что мамы не задают эти вопросы. Они у них крутятся в голове, крутятся. Они стесняются. Они, может быть, думают, что как-то оно само всё разрешится. Поэтому, зная эти приблизительно вопросы, у меня составлен план. Хотя бы основного. Да. И я по этим вопросам на множестве примеров мы разбираем самые простые бытовые ситуации. Ну и тогда уже. И всё равно с появлением ребёнка количество вопросов только увеличивается. Но ведь сегодня существует другая проблема. Не все далеко задумываются о том, что к появлению ребёнка нужно готовиться. Актуальна проблема для Гомеля, да и не только Гомеля? Актуальна, конечно. Каждый раз, когда что-то случается с ребёнком, мы всегда слышим от родителей. А мы не знали. А нам никто не сказал. А я всегда хочу спросить. А у кого вы спросили? Кому задали свой вопрос? Когда вы хотели узнать? Куда вы пришли? Ведь у врачей есть очень много информации. Мы о многом можем рассказать. Мы хотим об этом рассказывать. И нам надо, чтобы нас слушали. И слышали. Ну или как минимум спрашивали ещё. И спрашивали. Наверняка за тот огромный медицинский опыт, опыт медицинской практики, вы уже составили своеобразный топ-лист заблуждений молодых родителей. Было бы интересно его услышать. Это, наверное, заблуждения не молодых родителей, а те заблуждения, которые нам перекочевали. От предыдущих поколений. Да, да. Но самое такое большое, с чем приходится бороться, это диета кормящей мамы. Мама кормящая не должна сидеть на диете. Она должна разнообразно, полноценно питаться. Да, можно есть красные яблоки. Да, можно есть селёдку. Да, можно пить и чай, и кофе, лишь бы мама себя чувствовала комфортно. Насильно себя кормить гречкой не нужно. Если мама больше любит овсянку, на здоровье. Если она ест макароны, да пожалуйста. Не надо себя истощать диетами. Это, наверное, такой самый большой миф, с которым мы боремся. Второй миф – это, если ребёнку не одеть носки, он заболеет. А если не завязать шарфик, то вообще ему воспаление лёгких обеспечено. Можно не одевать носки и шарфик тоже не обязательно. Мы говорим, что ребёнок должен быть одет меньше, чем родители. И гораздо меньше, чем бабушка и с дедушкой. У нас разные скорости обмена. Ребёнку жарко всегда. И там, где мама идёт в тапочках, ребёнку, наверное, комфортнее босиком. Третий миф – детская обувь. Ребёнку не нужна обувь. Он должен научиться ходить босиком. Его первые шаги должны быть босиком. Вы возразите мне, что есть улица, что есть… Да, но тогда должна быть мягенькая, лёгенькая и гибкая обувь. Научить ребёнка в три года иностранному языку, если семья не говорит, условно говоря, по-английски, их ребёнок для чего учит в три года? В три года он должен научиться завязывать шнурки. Но если вся его мозговая активность идёт на английский, он может так и не научиться. Но вот навык завязывания шнурков важнее в жизни, чем иностранный язык. Подводим черту под разговором. Если бы у вас была возможность обратиться к себе молодой маме, у которой появился первенец, что бы сейчас сказали той молодой Ульге Синицыной? Я бы ей пожелала быть более внимательной к ребёнку, потому что у меня старшая дочка очень шустрая, очень активная, и мы были постоянными клиентами травмпункта. Но при этом отсеивать ненужные элементы быта. То есть, конечно, я была очень озадачена внешней картинкой, и на какие-то бы... Я бы по-другому себя вела. Спасибо большое. Успехов в делах и до встречи в эфире. Спасибо. Далее обзор культурных событий. Во дворце Румянцевых и Паскевичей состоялся белорусско-российский бал реконструкция исторических танцев. Инициаторами его проведения стали танцоры-любители из Российской Федерации. На паркет вышли около 20 пар. А в Гомельском государственном цирке стартовала новая программа цирк-шоу «Морских львов» и «Бурых медведей». Артисты будут гастролировать в областном центре по 3 июня и закроют своим представлением цирковой сезон. Подробности у нашего культурного обозревателя Вероники Ворошилиной. Честь и благородство, достоинство и патриотизм, любовь и доброта – общепринятые ценности, которые веками считаются вершиной нравственности и играют важную роль в развитии как отдельной личности, так и общества в целом. Именно о высоких человеческих качествах и подлинных чувствах рассказывает выставка «Венценосная семья. Путь любви», повествующая о жизни и семейных взаимоотношениях последнего российского императора Николая II. Более 200 копий фотографий, документов, дневниковых записей, воспоминаний очевидцев, оригиналы которых хранятся в Санкт-Петербурге, Москве, Златоусте и Могилеве, сейчас представленном во дворце Румянцевых и Паскевичей. На многочисленных черно-белых снимках запечатлены различные моменты жизни «Венценосного семейства», начиная с детских лет цесаревича Николая и заканчивая последними днями его семьи. Выставка рассказывает в первую очередь не о государственной деятельности императора, а скорее раскрывает его образ как любящего мужа и отца. Здесь также представлены экспонаты из фондов музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля, памятные медали, периодические издания, подлинные фотографии, документы и материалы, рассказывающие о пребывании Николая II в Гомеле. Здесь же во дворце Румянцевых и Паскевичей состоялся белорусско-российский бал реконструкции исторических танцев 17-19 веков. Благородные дамы и галантные кавалеры сошлись на паркете колонного зала, чтобы продемонстрировать свою стать и грациозность. Все они танцоры-любители из разных регионов Российской Федерации, действительно вдохновленные своим творческим делом и объединенные единой идеей – путешествовать и танцевать. Как и полагается дворянскому балу, он протекал в торжественной обстановке со строгим этикетом и классическим набором танцев, которые шли в заранее определенном порядке. Полонез, вальс, миньон на время перенесли зрителей в антураж ушедшей эпохи. А в Гомельском государственном цирке стартовала новая программа – цирк-шоу морских львов и бурых медведей. На арене захватывающие трюки эквилибристов, гимнастов, акробатов, жонглеров. И, конечно же, незабываемые выступления морских львов, бурых медведей, енотов, собак, лошадей, обезьян. Забавных экзотических животных сейчас можно увидеть и в картинной галерее Гавриила Ващенко. Удивительный уголок дикой природы – выставка-зоопарк «Парад обезьян». Позволит детям и взрослым познакомиться с веселыми шиншилами, попугаями, обезьянками, лемуром, дикобразом и другими причудливыми представителями тропической фауны. Выставка носит интерактивный характер. Под присмотром администраторов животных можно гладить, брать в руки, фотографировать и даже кормить. Следующая неделя обещает быть не менее насыщенной. В картинной галерее Гавриила Ващенко откроется выставка «Сальвадор Дали. Тайнопись». Она расскажет, пожалуй, о самом известном и загадочном испанском художнике-сюрреалисте, чьей биографии и творчество полны фантазий и эксцентрики. Зрителям будут показаны около 60 оригинальных графических произведений «Сальвадора Дали». Каждый посетитель галереи сможет для себя открыть новые грани творчества знаменитого мастера, а возможно раскрыть таинственный образ эпатажного гения. А тем временем в Светлогорске историко-краеведческий музей приглашают на выставку самоваров и домашней утвари 20 века «Антикварный салон». Самовар в прошлом не просто устройство для приготовления чая, а предмет, который отражал социальный статус своего владельца. Считалось, что чем больше его размер и вес, тем более финансово обеспечен человек. На выставке можно увидеть самые разные по своим формам и объемам самовары, узнать много интересного об истории их появления и значения в неотъемлемой традиции русского чаепития. С самыми интересными культурными событиями региона воззнакомили Вероника Ворошилина и Сергей Лукашук. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова